Проблема в том, что Алмаш Сашинич очень эмоциональный человек, он очень часто отказывается от тех слов, которые говорил, или у него есть привычка «вы меня не так поняли, я не этому верну». Это присуще многим нашим политикам. Второе, он всегда оставляет бессмысленность. Говоря о каких-то родоплеменных кланах, он как бы отбрасывает общество в прошлом веке, вот видите, а я с этим борюсь. Ну, простой вопрос, я повторю, но эту структуру же он сам создавал, он же клеил, лепил же, начиная от президента, кончая большинством депутатов, это же его как бы детище. Поэтому вдруг сегодня удивляться, ух, какие они плохие, было бы странно. И поэтому вот эти лозунги надо внимательно не нам, политикам, а правоохранительным органам отслеживать, потому что если Бабанова пытается обвинить, что он там, повторив слова Доларес и Барури, лучше умереть стоя, чем жить на коленях, его за это хотят обвинить в межнациональной розни, то уж слова Алма-Шарченча востократ опаснее. Они сеют в зерна, в зерна сомнения. И здесь крен в области регионализма очень опасен, поэтому надо быть очень, ему бы осторожным надо быть, поменьше говорить. Может быть он специально провоцирует? Ну он прекрасно знает, я его очень хорошо, этого человека знаю, я знаю, что зачастую на грани пола он может пойти на это. И зная, что у него родное село рядом, у него возникает мнение, что он в любой момент может все село свое вытащить на почту. Но он уже предупредил, что он вытащит людей на митинг через два месяца. Дело в том, что я надеюсь на благоразумие его односельчан, не все же они слепо верят ему. Другое дело, сила средств, которые у него, наверное, есть, за счет денег собрать людей, которые вышли бы на митинг, достаточно легко. А через день-два после митинга человек, участник митинга уже подвергается психозу, он начинает верить в то, что говорит. В среднем затесаться пара провокаторам, это проще парень на репы, и надо будет отслеживать, смотреть, предупреждать. Я думаю, больше разнесительной работы в том же Сириарошао, в том же Сапуе, Стрельниково, должны вести беседы, что, ребята, а может быть, как пригород в столице, если спокойно будет, вам будет лучше, чем вы придете, там уж пошумите. Ради кого? Ради чего? Продолжение следует...